18 декабря 1999 года в Лас-Вегасе был объявлен победитель премии «Автомобиль века». О нём и остальных претендентах на титул лучшего в 20 веке я расскажу вам в этом видео. Поехали! В финале на рассмотрении жюри было 5 номинантов, но начнём мы с той пятёрки, которая, увы, не попала в финал, несмотря на то, что среди них было много достойных автомобилей. Одним из них был Rolls-Royce Silver Ghost, автомобиль премиум класса, выпускавшийся с 1906 по 1926 годы. «Серебряный призрак» славился своей бесшумностью и прекрасной сборкой, а также невероятно высокой ценой, впрочем, как и множество других машин от Rolls'а. Его могли приобрести себе только очень богатые люди, и обычно они нанимали шофёра. Кстати, на базе Silver Ghost был создан бронеавтомобиль Rolls-Royce Amat K, стоявший на вооружении британской армии, вплоть до 1944 года. С точки зрения инженерной мысли, лучшим автомобилем 20-го столетия был признан первый американский спорткар – Corvette C2 Stingray. В своё время он завоевал себе имя, став победителем множества гонок и соревнований. Он оснащался 435-сильным мотором V8, а эксклюзивная модель Grand Sport имела целых 550 лошадиных сил. Кстати, в 2013-м в Chevrolet решили возродить легенду и представили безукоризненный Stingray C7. Мощность известной гоночной модели Ferrari 250 GT Berlinetta SVB составляла от 240 до 280 лошадиных сил. В её разработке принимали участие такие опытные гонщики, как Джоута Базарини, Карла Чити и Маура Форджиери. Слаженная работа такой именитой компании дала свои плоды. Сочетание малого веса, дисковых тормозов, большой мощности и сбалансированной подвески сделало эту машину очень конкурентоспособной. Брелинета была признана одним из лучших спортивных автомобилей 60-х годов, а также одной из лучших Ferrari за всю историю марки. Был время, когда легендарный Bugatti T35 считался абсолютным рекордсменом по количеству выигранных гонок. В среднем он выигрывал около 14 гонок каждую неделю, а за всё время выиграл их более 1800 раз. На протяжении долгих лет T35 удерживал несколько престижных кубков. А в 2008 году автомобиль занял 54-е место в списке самых красивых автомобилей в истории, по версии британского издания The Telegraph. Конечно, его мощность в 90 лошадиных сил вызовет у вас как минимум улыбку, но, ребят, это было время, когда людям и 20 лошадиных сил казалось с головой. Alfa Romeo Giulietta впервые была представлена на Туринском автосалоне в 54-м году и производилась вплоть до 65-го. Компактный автомобиль оснащался двигателем мощностью от 62 до 100 лошадиных сил. Самый мощный же агрегат разгонял малышку вплоть до 190 км в час. Также она неоднократно подвергалась рестайлингу. Была выпущена куча разных версий в разных кузовах. Определенно, это была одна из самых удачных и успешных моделей компании за всю историю. Ну вот и подошло время рассказать вам о пяти финалистах, но до этого момента немного рекламы. Можешь даже по ссылке в описании потом перейти после просмотра, ну если тебе не сложно, конечно. Эй, привет, друг! Тебе надоела однотипная, безэмоциональная и монотонная озвучка, а также кривой перевод? Тогда добро пожаловать на канал Тим Кро. Тут вы найдете озвучку на разные тематики. Здесь вы найдете как над чем посмеяться, так и над чем задуматься. И даже можете познать что-то новое. Заходите, не пожалеете. Ссылку вы найдете в описании. Пятым из самых-самых стала икона Порше. 911-я модель, набрав 303 балла от жюри. Порше 911 стал первой и самой значимой работой Фердинанда Александра Порше, внука-основателя компании. Классические 911-я оснащались 130-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль был сконструирован в редкоприменяемой в мировом автопроме концепции. Оппозитный шестицилиндровый мотор позади задней оси. Что уж говорить, формула успеха этого автомобиля осталась такой же и по сей день, претерпев только те изменения, которые продиктованы временем. Ввиду относительной ценовой доступности и высоких мощностных характеристик, 911-й стал одним из наиболее распространенных автомобилей в мировом автоспорте любого уровня, вплоть до самого высокого. И по сей день он так и остается иконой автомобилестроения. На четвертом месте расположился прародитель всей линейки Порше. Самый массовый серийный автомобиль в мире с результатом в 521 балл. С 1938 по 2003 год было произведено, внимание, 21 529 464 машины. Народный автомобиль Volkswagen MyKeyfa, что в переводе означало «майский жук», был разработан еще в 1931 году Йозефом Ганцем. Однако окончательный вариант был создан силами Якоба Верлина, Фердинанда Порше и Адольфа Гитлера. Фюрер лично участвовал в разработке. Прозванный в народе «Битл» или «Жук», автомобиль стал инструментом большой политики. По заверениям фюрера, каждая немецкая семья могла бы позволить себе такой автомобиль. С 1939 года прообраз «Жука» стоял на службе в Вермахте, а уже после войны стал выпускаться для гражданских. Кстати, официально никаких «Битлов», «Киферов» и «Жуков» не было. Автомобиль назывался Volkswagen 1200 и 1600. Только в 1998 году был выпущен «Нью Битл» – современный аналог классического народного автомобиля. Третье место с результатом 567 баллов досталось Citroën DS. Автомобилю бизнес-класса для больших людей. Его разработка началась еще в 1935 году и секретно проходила во время фашистской оккупации Франции. Но, несмотря на трудности, инженеры смогли разработать целый ряд новаторских решений, которые помогли автомобилю освоиться на разрушенных после войны французских дорогах. Помимо необычного внешнего вида, имел оригинальную гидросистему, объединявшую трансмиссию, рулевое управление, тормоза и гидропневматическую подвеску. 6 октября 1955 года DS был представлен на парижском автосалоне и в тот же день получил более 12 тысяч заказов. Оригинальность, комфортабельность и достойные технические характеристики стали главным козырем Citroën DS, который полюбился как обычным автолюбителям, так и многим политикам и знаменитостям. 617 баллов Мини Производившийся с 1958 по 2000 годы стал вторым автомобилем 20 века по мнению экспертов. Произошедший в 1956-1957 годах в Суэцкий кризис продемонстрировал реальность перебоев поставки нефти. На некоторое время продажа бензина для потребителей в Великобритании была нормирована и перед инженерами многих стран встал тогда вопрос о необходимости разработки сверхэкономичного автомобиля. Так в 1956 году Леонард Лорд собрал команду из 8 человек и они начали трудиться над максимально компактным автомобилем. Машина с габаритами 3х1, 2х1, 2 должна была вмещать 4 человек с багажом. И у них это вышло. 26 августа 1959 года начались продажи первой серии почти в 100 странах мира. Впоследствии, конечно, выявлялось множество недостатков оригинальной конструкции, которые, однако, оперативно исправлялись в более новых моделях. А за все время производилось более двух десятков различных модификаций мини. В 1994 году мини была продана концерну BMW. С 2000 года марка стала дочерним обществом этой компании, отдельным юридическим лицом, расположенным в Великобритании и производящим обновленные версии автомобилей. Ну и победителем в номинации «Лучший автомобиль 20 века» стал Ford Model T, также известный как «Жестяная Ализи». Генри Форд, по мнению многих, посадил Америку на колеса, сделав новый легковой автомобиль сравнительно доступным для американца среднего класса. Автомобиль, производившийся с 2008 по 2027 годы, стал первым, что немаловажно, серийным автомобилям и приобрел широкую популярность. Он имел максимально упрощенную конструкцию, идеальную для массового производства, однако это ничуть не сказалось на комфортабельности и управляемости. В то время были и куда более дорогие модели, с гораздо менее успешными конструктивными решениями. Model T оснащался двигателем мощностью 22,5 лошадиные силы и был способен разогнаться до 70 км в час. По своим техническим характеристикам, комфорту и оборудованию, Ford T не уступал, как уже было сказано, большинству автомобилей своего времени. А по габаритным размерам и объему двигателя соответствовал современным моделям среднего класса. К тому же модель T была еще и первым всемирным автомобилем, то есть выпускавшимся во многих странах мира. В частности, филиалы Форда имелись в Германии, Великобритании, Франции и Австралии. Ну а всего было выпущено чуть более 15 миллионов автомобилей Ford Model T. Ну а на этом все на сегодня. Думаю, вам понравился выпуск. Не забудь поставить лайк и проголосуй в вопросе в правом верхнем углу за своего номинанта на звание лучшего автомобиля века. Всем спасибо за просмотр и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!